У меня будет все время палка, но это, понятное дело, рабочая версия. То есть, поэтому мне сейчас такая сложная задача, чисто техническая, потому что нужно придумывать трюки с ней. Фигаро, он работает распорядителем в доме у графа. Поэтому это такой символ, ну как регулировщик. Мы такой образ нашли, что он регулирует все в замке. Манеру существования на сцене уже нашли. Со стилистикой определились Олег Леваков. Ставит новый спектакль динамично, рассказывают актеры. Фигаро питерского режиссера пластичный. Постановка насыщена хореографией. Все это под силу труппи Череповецкого камерного. Театр изменился, отмечает Олег Леваков. В Череповце он работает не первый год. Укрепляется труппа, приходят новые артисты, молодые, азартные, энергичные, обученные, пластичные. И в каждой новой работе я встречаюсь с новыми лицами. Это большое удовольствие. Я за Сюзанну исходил и отправил ее к графу. Ну, например. Как вариант. Элементарно вообще. Элементарно. Предлагать решение, высказывать свое мнение, раньше было стеснительно, не было опыта, отмечает Матвей Перушкин. Сегодня участие в постановочном процессе абсолютно естественно для актера. А давайте это сократим, а давайте здесь вот это оставим, а давайте посмотрим, как у Бомарше, а давайте, а у меня есть предложение, а можно вот так попробовать, а можно вот так попробовать. И Олег Александрович на самом деле чудесный режиссер, потому что он всегда слышит артистов, он всегда все делает для артистов и самое главное для зрителей. По мере обживаемости проекта, скажем, когда уже увиделись исполнители, что Перушкин это родился быть фигаро, что Игорь Горчаков просто с детского сада он уже граф. Понимаете? И вот так то, что называется, сошлось. Череповецкий камерный уже давно подыскивал в репертуар классическую комедию. Эта постановка тот самый случай, когда художественное решение спектакля, а это авангард 20 века, образы Пикассо исходила не от режиссера, а от создателя сценического пространства Марины Брауловой. Более того, именно с ее художественных идей начались обсуждения самой возможности поставить фигаро в Череповецком камерном. Соревноваться с великими постановками фигаро Марка Захарова в линкоме Валентина Плучика в Московском театре сатиры не просто, говорит Олег Леваков. Но интересно найти свой рисунок, стилистику. Кстати, череповецкого фигаро будет сопровождать Моцарт, Рассини в современной обработке. Музыкальная составляющая тоже возникла из художественных идей сценографии. Костюмы соответственно. Итак, авангард Пикассо фигаро. Примеры в апреле. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости.